Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну да Сюруд 준비나 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дimститры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И останавливает DimaTorzok Ди auch терпи Субтитры делал DimaTorzok Эдин入лиrem Дайль casing не наших ушей, сердца, разума. Ну, чтобы не показалось, что я тоже ничего не могу сказать, я скажу все-таки, что мне запомнилось о том, что речь шла о тщеславии. И вот кто из нас не тщеславный? Вот кто? Значит, все тщеславные, да? В той или иной степени. Это хорошо уже, потому что если человек признает себя больным, то он идет за исцелением к врачу. А если он не признает себя таковым, то и не пойдет лечиться. Так и духовные врачебницы тоже мы. Если он признает себя, я часто себя ловлю на этой мысли, а вот зачем тебе это надо? И останавливаюсь. Вот у меня все время, мой начальник непосредственно, он всегда думал, что я его как бы стараюсь... Ну, я пытался помочь нашему отделению, вроде как. Ходил там в разные инстанции администрации и пытался что-то сделать доброе для сотрудников, для себя в том числе, для отделения. А ему казалось, что я подсижу его, что я вот пытаюсь занять его место. Я вот сколько раз его убеждал. Сережа, ну зачем тебе такие мысли нужны? Если бы нужно было, я бы вот уже заведовал там отделение, много лет было предложено мне. Но мне это не надо. Не надо это тщеславие. Не надо это тщетной славы, суетной славы. И тем не менее бывает, что червь это только везет как-то, бывает так. Ну, и постоянно мысль должна быть, что вот она есть, это присутствует, это желание присутствует. Поэтому бегать от него надо. И когда, по словам святых, если мы бежим от славы, она за нами бежит. А если мы бежим за славой, то она от нас убегает. Как это сейчас-то бывает. Ну, давайте, братья и сестры. Ну, активизируем, то есть чего молчим-то? Можно? Да. А мне вчерашняя проповедь, которую читал Севастянов, мне она так запомнилась? Хорошо. Понравилась тем, кто не был вчера на богослежении. Да, у нас только была такая, знаете, вот прямо она как-то глубоко так затронула, вот мою, допустим, и мне кажется, все так были проникнуты. И я вот, когда приехала домой, то вспомнила, проповедник один говорил, «Дух же творит, плоть не пользует немало». Если коротко сказать, что вот перевели, как перевести вот это, как перевести? Никак не могут перевести, но вот когда переводили там, и не могут перевести. И перевели. Дух, жизнь, живое, плоть, протухшее, что-то, как мясо протухшее. Вот они так перевели, это вот переводчики думают, нет, надо как-то благородить вот это, что мы перевели. То есть Дух, Душа, то есть это Душа с двойственным, что мы, Душа это жизнь, она же творит все, и плоть, и все. А вот плод наше, она все с каждым годом хуже, и хуже, гниет, и гниет, и гниет. И короче, она говорит, они перевели, воняет. Ну что она гниет, значит, это смрад нас. И вот здесь вот он, коротко, я так вот сама себе подвела, разуме такое, но он так много говорил, конечно, много там было, и так проникновенно, что я вообще вот, что мы не делаем, сколько мы не украшаем свою плоть, как мы ее не одеваем, сколько раз мы кушаем, чтобы ей было, чтобы она двигалась. А Душу-то вообще-то забываем. Душа наша покинутая, особенно в молодости, мы все красуемся собой, собой, своими такими-то какими-то этими... Оболочкой внешней. Оболочкой внешней, все, ее как-то украшаем, тренируем там все. А Душа как-то в запустении, она вот у нас брошенная. И такая, это... И поэтому, когда говорят, а что это вот такие вот вы молодые, а такие вот... Глаза-то уже не горят, да, там 30 лет. Оказывается, Душа-то она у них уже зачахла. А Плодь-то она уже тоже в 30 лет, она уже пазяковский возраст имеет, так что уже тоже маленько подносилась. Поэтому очень хорошая проповедь, его запомнилось. Нет. Спасибо, Христос. Ну, давайте сегодняшние проповеди, вчерашние, кто еще, у кого какие мысли возникли. Да, брат? Маленько. Просто каждый... Ну, я не знаю, каждый. Я вот иногда... Да, вот тщеславие это как бы, ну, страшный... Ну, не страшный, но грех, будем так говорить. Любой грех страшен. А задать вопрос, а когда оно начинается, тщеславие? И ради чего нужно тщеславие человеку? Вот, мне кажется, начинается тщеславие тогда, когда человек начинает поносить начальствующих над собой. Вот это начинается тщеславие. То есть у меня из опыта просто, вот в чем дело так. Вот, ну, я за всех не могу сказать, говорю только за себя. Вот, ну, сейчас, где я работаю, например, да, ну, я кто, простой рабочий, там, руки грязные всегда в граффити, там, черные и прочее. Вот, а слух такой идет по котельной. Что Пальгуев не скажет, то начальник котельной делает. Вроде как серый кардинал. Ну, я там на котельной. Я говорю, не потому я такой, а потому что мне... Это часть жизни моей на работе проходит. Лучшая причем часть. Когда я здоровый, больной-то я лежу, че, и никому я не нужен, там, и прочее. Смердит уже от человека, бывает от больного. Вот в чем дело так. Так вот, когда человек хочет что-то сделать из корысти, вот это и есть тщеславие. Любое дело, неважно, что-то там. Даже помочь ближнему, равному себе, равному, к примеру, ну, по статусу или по положению в обществе, да, равному, соседу. Помог, чтобы он обо мне сказал. А вот если он ничего не сказал обо мне, больше я ему ничего не буду делать. Вот это вот гложет, вот этот кирючок. А вот ты попробуй, вот, тайно сделай. Ведь мы должны делать добро-то тайно, безвозмездно. Потому что наш должник, Бог, сам. И вот это правильно, брат, сказал, что ангел, он все записывает, как и дела, ну, так и мысли. То есть, а мысль, она материальна, все мы знаем об этом, то есть она когда-то воплощается. Так вот, это тщеславие иногда бывает настолько овладевает человеком, что мы даже, ну, я вот по себе, бывает, замечал, я всю жизнь работал, ну, на начальствующих должностях, будем так говорить, невысокого полета. Птица, так, среднего, над озером летал, мастером всю жизнь, ну, старшим мастером, максимум, куда я поднялся. Всю жизнь кончилась, я не смог лучше подняться, хотя был коммунистом, партийным. Ну, власть кончилась, коммунистов, и все, и мой полет окончился. Все, а так бы мог и дальше летать. Вот в чем дело-то. Так вот, вовремя остановиться в этом и обличить себя, это самое сложное у человека. Ну, я считаю, вот, для меня, потому что, ну, ну, что, я учился, меня государство затратило деньги, я должен реализовать свой потенциал. В то время о духовном вообще не говорилось ничего, только о, ну, что меня научили, знания какие дали, плюс и жизненный опыт, я должен воплотить. Сейчас я это стараюсь, вот, на котельной делать, меня считают, что я серый кардинал, и что вот там, особенно женщины, обижаются страшно, я говорю, вы вообще не должны работать, а сидеть дома. А им это прийти, как так, я, у нас равное, говорю, равное. Да отчего, ты открой инструкцию-то, должностную, какое равенство? Женщина поднимает 16 килограмм, а мужчина 25, какое тут равенство? Давай ты 25 тащи, ты же на огороде приешь мешок картошки-то, и спокойненько, причем, одной рукой, а то и два. Так и здесь давай? Нет, говорю, а ты спасешься только через все дороги. Нет, это гордость у них там прет и пышет из них, ты пироги, мужу испеки, вот такие большие, да вкусные. А он заработает тебе много денег, потому что у него сила будет и прочее. На это обижаются и злятся. Мужики тоже со мной, говорю, вы сами себя под каблучиками догнали. Чем? Чем мы себе? Да я вот что, не скажу, так и будет. Ну, как-то есть притча о двух лошадях, хотя она и индийская. Один мудрец взял двух коней и пошел по домам, идет, говорит, вот открывать то хозяин, мужик, говорит, я. Выбирай лошадь какую. Ну, конечно, черную. Черная, она красивая, такая, статая, все. Вот я черную беру. Жена говорит, белую, белую беру. Нет, я белую беру. Вот и все, вы понимаете, вот в мелочах то же самое обижается. И вот это вот тщеславие, оно иногда, мы его путаем, путаем. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. То есть ты должен все отдать. Ну, для какого-то дела. Если ты взялся, ну, копать, да копай. А не так, как батюшка про Леву говорил, что вот утром, он когда жил в Потеряевке, ну, когда молодой был, как говорится, и на работу шел там к батюшке. Ну, там, помогал ему и прочее. Говорит, вот он идет, как будто на смерть его. Ну, правильно вставал в пять часов и прочее. Молодой, охота тут порезвиться, по горам поскакать. И вот хотелось бы про брата сказать, да, ну, вот наш брат говорит, я бы мог там быть начальником, да, сейчас вот стараюсь. Вот я вот по себе заметил, да, если у тебя чин небольшой, и ты что-то делаешь, о, это он выслуживается, понимаете. А может быть, был бы ты начальником отделения, ты бы больше сделал. Может, даже для края, для всего, не просто там для какого-то Серафины Матвеевны, там, этой, санитарки или там кого-то, а больше. Потом начальству ему больше дано, и, естественно, спрос больше. Ну, так ты можешь, а если Путин, вон он сколько делает. Для людей. Кто говорит, что плохо, хорошо. Вот это тщеславие не просто, чтобы, ну, выслужиться и поиметь, как сегодня в проповеди было сказано, что сколько бы ни было у тебя домов, какая бы ни была у тебя яхта, там, 100 метров длиной, все равно у Абрамовича на 2 метра длиннее, эх, уже не та яхта, все, забывай другой. То есть это недостижимо. Богатство недостижимо, но у нас достижимо духовное богатство, которое мы можем стяжать и Святой Библии, и Святых Отцов. Вот это духовное богатство, которое, вот, я, конечно, ну, время такое жалею, ну, я стараюсь это наверстываю, там, на работе читаю и прочее, то есть, ну, духовные, духовные книги. А понимаете, прочитал это одно, знаешь это одно, а если не воплощаешь в жизнь, в дело, это, ну, без, как бы, ну, без плода, что ли. Дерево растет, а плода нету, как дичка, мелкие яблочки такие, ну, чего, ну, вот дома, вот, мы упражняемся в Красновещии вдвоем, там, с сестрой, ну, и все, как бы, и, ну, это, как бы, результат это нет, нас никто не слышит и не видит, мы вот тут за забором, и все. Вот такое, что тщеславие, если оно ради корысти, это тщетное, а если это тщеславие для ближнего, так, в кавычках сказать, тщеславие, то это, я думаю, это бог похвально будет, если человек стремится делать добро ближним. Спасибо, Христос, брат, но я бы сказал, что главными твоей речи оказались в эти кавычки. Тщеславие, все-таки, если оно тщеславие, оно, без кавычек, тщеславие, то есть, оно тщетное слава. Конечно. А когда, она всегда ради корысти, той или иной, духовной, или перед собой, там, перед начальством, перед кем угодно. Ищешь славы. И причем это бывает так, что это сложно бывает заметить. Ведь Господь говорит, что все, что делаете, нам нужно делать не для славы своей, а для славы Господа. Чтобы во славу Божию все было. А бывает так, что сделаешь добро, и вот начинают тебе дефирамбы петь, и тут уже как-то называется, как укус змеи, да? Когда похвала в лицо тебе говорится. И стараешься от этого сразу отгрестись. Ну, да. Я пытаюсь первый раз наступить. Я как-то на похоронах была, и там, значит, бабушки стояли, что не ложьте на могилку много венков. Там цветы же толкают, венки вставляют, то, как поставить. И вот хорошо помню, со спиной женщина, она сказала, не ставьте, это же все он будет таскать там на том небесном, ну, там, на том свете, да. То есть венки, оградку, стулчики, лавочки. Вот я так и подумала, что вот сегодняшняя проповедь была, это вот наши яхты, дома, и богатство. То есть мы, эти врата-то не дотащим. То есть нам главное душу туда донести. Вот эти жуткие врата внести. Ну, дело в том, что это, так сказать, досужие домыслы, что он будет таскать умерший там это все с собой. Просто это, ну, как бы, мирское, которое пустое все. Оно совершенно, только для себя это, опять же, для своей славы друг перед другом. Вот у меня венок-то красивее, а у того венок другой, он похуже. То есть они друг перед другом это делают. Я здесь, конечно, говорю, что это пример как раз. Да, да. Там у человека уже ничего не может. Да, ему, о нем только нужно молиться, чтобы, если он был верующим человеком, чтобы Господь сподобил его дойти к Царству Небесное, чтобы простил его согрешения. Если он каялся в них в этой жизни земной, успел это сделать до того, как душа отлетела. Ну, хорошо, порассуждали мы о проповедях, которые случились сегодня. Если есть у кого-то еще, пожалуйста. Значит, наши потеряевские братья, барнауфские потеряевские, барнауфские братья из потеряевших пока не приехали, я не знаю, по причине, они должны были вроде 10-го приехать, кто знает. Погода хорошая, они делают работу там. Заканчивают там границы. Вот, я как раз один из этих барнауфских братьев, которые приехал раньше. Они остались по причине того, что работа не доделана. Не доделана по независящим от их причинам. Задержка материала. Сначала у нас была задержка с бульдозером. Голову наклонил, подвел. Может не по его, конечно, вине тоже. На неделю бульдозер нам задержали. Обещали в одном месте, мы отказались. Потом начались дожди. Сейчас задержка с лесом. Лес нам нужен для того, чтобы сделать сливы. Сливы это когда делается плотина. Когда весной вода нахлынет, вода должна по сливу пройти. А плотина должна остаться целой, чтобы плотину не размыло. Плотину мы подняли, там три пруда. На всех трех прудах мы подняли плотины. То есть, вода в прудах будет больше. Естественно, зимой промерзать пруд не будет. И будет там рыба. Если Бог позволит, и все это сохранится. То есть, молитесь об этом. Значит так, что там мы сделали, на чем закончилось. Мы завезли песок. 20 камазов, 80 тысяч оплатили. Завезли песок. Песком засыпали вот эту дорогу, которая вот между батюшкой и барабашом. Которая в потеряемка уходит, где там была все время грязь, яма, туда каждый год братья привозили, бутурили кирпичи. Сейчас этого делать не нужно. Осталось завезти щебенку. И все, значит, со щебенкой там нам попытались, щебенка по 1100, а нам попытались за 700 рублей. Вроде для потеряевцев, там такая хорошая щебенка. Но мы этой щебенки набрали, привезли Игнатия Тихоновича. Он ее промыл, и половина, значит, вымылась. Он говорит, зачем нам грязь, у нас этой потеряевской своей грязи хватает. Зачем покупать грязь за 700 рублей, в общем, он отказал. Эксперимент. Вот. Хотя там мы видели дороги из этой щебенки. Дороги хорошие. Эту щебенку брали с железной дороги. Вот. И там вот это вот, как бы, с паровозов вот эта пыль, она, вот там, говорит, что эта пыль, она там мастикой про это. И вот дороги такие прям, ну, хорошо поет. Я аж понимаю, ну, надо за 700 брать, думаю, пока. Ну, Игнатия Тихоновича говорит, ну, его трудно, ну-ка, в остро держит. Вот, а я бы купил бы за 700 брать. Ну, что деньги тратить? А он по 1100 будет заказать. Вот. Значит, что там, как у нас обстоят дела? Ну, со стройкой все это там, работа, конечно, тяжелая, работы много. Все, кто приезжали, смотрели, что мы там сделали. Все, конечно. Даже приезжал вот мед, кто получали мед-то, помните? От Шерстобитого. От Шерстобитого, да. Он приехал, посмотрел. Когда-то он был председателем колхоза. И говорит, и вы, и то втроем, ну, вчетвером, Игнатий Тихонович тоже работал, кстати. Чуть ли не на раму. Последний день Никита, когда с ним работал, перед тем, как я уехал, обычно мы всей бригадой вчетвером работали. А тут разделились. Я с Володей, а он, Игнатий Тихонович. Он приходит, раньше у него глаза вот такие. Я говорю, Игнатий Тихонович им работал. Какая скорость? Я в шоке. У него глаза такие. Ну, а они делали там бруствер из глины. Сама глину мешали вручную соломой. И делали бруствер, чтобы водой это все не смело. То есть дамба в дамбе нужно сделать вот такой прорез. Все это вручную. Зашить вот так вот досками. И пол, и доски, все это намешать вот таким слоем глины с соломой. Чтобы все это весной не вымало и наши короба не уплыли. И все этот короб нужно закрепить так, чтобы водой его не вымало. И все это молимся. Игнатий Тихоновичу ему Бог дает разумение. Ну, весной посмотрим. Вероятность, что все это останется, Игорь Тихонович говорит, 0%. Ну, мы это сделаем. Останется, не останется, будем молиться, уповать на Бога. Но хочется, чтобы потерять была рыба. И люди, которые потом после нас будут приезжать, ловить будут рыбу и славить Господа. Что нас Господь избрал на это поприще. Аллилуйя. Вот, аллилуйя. Значит, еще такой момент. Скуратовский в интернете есть такой. И Дудин. Дудин. Вот эти два человека, которые называют себя христианами, устроили пакости в интернете по поводу роликов Игнатия Тихоновича и его канала «Открытым моком во свете Библии». Пакостят очень жестко, нагло. Вот. Постоянно мы о них молимся, и не забывайте их молитвы. Значит, они что делают? Берут, составили ролик. Значит, нарезали, где Игнатий Тихонович говорит о патриархе смоленском. Ну, все его, как бы, с их точки зрения сказать, ляпы. Нарезали, вот так вот составили. И написали, прям, ну, это все лакончится, все это, в общем. Не от Бога, все это ложь. Как-то, какой-то вот такой ролик составили. Везде этот ролик спамят. И все комментарии, под всякими роликами, по 50 комментариев, он все делает, чтобы только людей, значит, увести вот этого канала. То есть, говорит, это все ложь, это все неправда. Лапкин никакой он не христианин. Ну, в общем, поношение такое. Они как с ума сошли. То есть, Игнать Тихонович сначала хотел как бы промолчать, а потом думать, если я промолчу, то все подумают, что они говорят правду. И он стал готовить, значит, ответные ролики в свою защиту. И еще, что самое такое его поразило, как-то раз один священник в каком-то селе, что тоже что-то у них там произошло, и после этого дети стали звонить на его телефон, Игнатия Тихоновича, и материть его. В этом же случае то же самое после вот этих вот заварушек стали писать матерками. Прямо вот такими трехэтажными, под каждым роликом. Я не знал, кто читал. Я не читал. То есть, там творится что-то ужасное, Игнатий Тихонович говорит, что они уже, видимо, переступили грань вот этого вот холына Духа Святого. То есть, добрые дела, которые делает Игнатий Тихонович, а дела добрые, восстановление православного поселка, это доброе дело, как вы считаете? Восстановление вот этой вот инфраструктуры, значит, прудов, ну, доброе это дело. Ну, постоянно вот ролики с лопатой, все, старый человек, ему за 70 лет, копается, копается под дождем, в грязи, вот, все вот это вот. Ну, а им показать нечего. Им показать нечего, и что движет вот этими людьми. Пилат это понимал, Христа, он ничего плохого никому не сделал. Предали из зависти. И, видимо, там такая же загонка. Вот, значит, значит, еще, значит, такой момент. Делаем мы все это на милостыне. Есть такой человек, Александр Андрусенко, который в этом году принимал крещение тоже. Вот, делаем мы эти пруды на его милостыне. Также он спонсировал поездку на благовестие. Брат Александр Марьясов, который со мной ездил, написал Игнатию Тихоновичу письмо благодарности, и его тоже поносят за то, что он распространял книги Игнатия Тихоновича. И он благодарит Игнатия Тихоновича за то, что его так же поносят, как и Игнатия Тихоновича. Мы сегодня как раз в проповеди говорили, что блаженны вы, когда будут вас поносить за имя моё. Это значит, что мы на верном пути. Значит, что мы кому-то козь в горле. Потому что он его распирает, когда кто-то делает добрые дела, он такие же добрые дела делать не может. Но вместо того, чтобы начать тоже делать добрые дела, ему надо этого человека унизить, оскорбить. Что касается денег. Тут со мной такое маленькое чудо произошло. Открываем багажник. В багажнике лежит вот такая кучка туалетной бумаги. Вот такими кусочками с ноготь вся прям... Я говорю, откуда она там взялась? То есть рулон туалетной бумаги у меня лежал в машине. И его с ноготь вот такими кучками лежит. Ну, я что, кучку тут собрал, значит, в печку и всё. Прихожу, значит, в домик, открываю кошелек. Мне Игнать Тихонович дал пять тысяч рублей на бензин. Я там возил, договаривался с галькой, с песком, со стройматериалом в соседнем дереве. И мои там еще деньги было 200 рублей. Я открываю деньги, мышка почикала. Ну, 5200, сумма небольшая. Ну, бог дал, бог. Взял как-то, ну, выкраскует. И та-то бумага вот вся в копии. А вот эти деньги вот так вот выедены. И вот все купюры 5200, у всех сохранились номера. И я, когда приехал, в банк пришел, и мне все до одной купюры вернули. Ну, вот маленькое такое чудо вот хотелось с вами поделиться. Ну, как так? Мышка, она же мышка, но вот так вот и выгрызла, а номера на каждой купюре остались. А тут бумагу туалетную, все, все, в клочья там. Значит, что еще? Надежда Васильевна просит, я вас прошу от ее имени помолиться, она очень уже, человек престарелый, немощный, и даже вот на благовестие, ну, просто она села, и пришлось машину гнать ее, и уже даже на благовестие ходить не может. Она тут одна, хоть за стенками будет и муж, и брат, но... ее желание, чтобы уже кто-то бы с ней жил, и сестер. Вот, если у кого-то есть такая возможность, за ней надо уже ухаживать. Вот уже может быть и больной человек. Больной, давление у него очень часто скачет, давление, она может сесть туда и закупать. Вот, значит, значит, еще такое объявление, у нас возобновляются онлайн занятия по Библии. Значит, занятия будут проходить у меня дома, в среду и в пятницу в 6 вечера. Значит, всех желающих милости просим, и так же будет это все в интернете записываться, выставляться по скайпу. Ну вот и все. Спасибо, Христос Бород. Ну, молитесь, много чего сказал, о чем нужно молиться. Есть нужды. Еще хочу сказать к тому же. По-моему, из Томской ипатхии священники также нападают на Эгнат Тихоновича и говорят такие вещи, которые вообще в нашем сознании, во всяком случае, никак не вмещаются. То есть, правила, каноны не нужны. Зачем? Не нужны они. То есть, правила, давайте отменим правила дорожного движения. И куда мы поедем? А правила, и канона нам известно, это что? Это есть правила, по которым мы должны двигаться в Царстве Небесное по этому пути. Чтобы безопасно достичь этого Царства Небесного. Чтобы не потерпеть этой аварии. Чтобы не потерпеть этого ДТП, который нам подставляет всегда лукавый. И как можно без них? Я об этом знал, еще когда, в первые годы, когда я только пришел в общину и еще посещал занятия Михаила Капранова, там он уже говорил о том, что, ну вот, есть же такие правила, которые вообще неисполнимы сейчас. Ну, зачем они нужны? Но они есть. Давайте мы, из-за того, что одного правила нет, какого-то невыполнимого, или оно уже, ну, как бы, ситуация, когда писалось это правило, она уже ушла. Давайте тогда из этого исходить, и вообще все правила подкорить. Ну, вот, молиться надо и очень крепко, потому что, знаете, вот как раз брат сказал, что это как раз и подтверждает, что здесь правильный путь. если бы было все так же гладко и тихо, как везде, как нам говорят, пытаются нас убить, что одинаково, один к одному, как показывают глухонемые, приближая показательные пальцы друг к другу, тогда было бы все тихо и гладко, и не было бы ничего. Тогда спасна и любовь, ласкательство. Так что, давайте будем бодрствовать над своей душой и над душой ближнего, беспокоиться, потому что это как раз и говорит о том, что сатана, он всегда действует так, что порожу пастыря, рассеются овцы. А нам пастырь нужен. Нужен пастырь? Нужен. Так что, молимся об этом. Пастырь ему. А, и еще такой, сейчас вспомню, значит, завтра батюшка будет крестить Сергея Козлова. Но об этом я как раз хотел сказать, он не писал об этом, да, Сергей, да. Игнать Тихонович говорил, что во вторник, а Сергей не написал, что в понедельник. Нет, он писал 12-го, и батюшка изначально говорил мне, что 12-го числа они собираются с отцом Иоанном быть у него. Там не все так гладко, не все так, как хотелось бы, поэтому этот лукавый всегда подставляет какие-то ситуации, как это было уже, вот он собирался принять крещение летом, будучи там в этой большой трещевке, где они жили в деревне, где папа у них умер. Но поднялась температура 39 и все прочее, я ему пишу, Сережа, никаких условий, 39-40, все равно принимай крещение. заклеивай свои дырки в теле, там, раны, и все это, нужно преодолеть все это. Все эти искушения. Так что молитесь крепко, чтобы все это совершилось, и это нужно даже не столько может быть, а может быть и на равных, а если не больше, и отцу Иоанну, и батюшке нашему. Я знаю из некоторых бесед, что это им может быть даже больше нужно, чем Сергею. Так что молитесь, чтобы все это было во славу Божию и ко спасению всех, кто будет участвовать в этом таинстве. Еще ситуации, которые вокруг нас. О чем молиться, опять же? В мире очень неспокойно. Знаете, да? Да. Государство ИГИЛ, так называемое, это исламское государство, и мы теперь ввязались в это дело, в этот конфликт. Вот смотришь по переведению, какое огромное количество беженцев в Европе, особенно в Германии, как там вызывает это все негодование населения, и как местные власти едва справляются с этим потоком, и предполагается, что среди этого потока беженцев есть и немало тех, кто как раз в рядах этого ИГИЛа находится, так что теракты могут быть, в Турции теракт, слышали об этом, сейчас они там блокируют всю информацию о деталях этого теракта, там настолько страшно все стоит, все это великую панику среди населения, чтобы нам не паниковать, не унывать и не отчаиваться, а молиться, благодарить Бога за все, и чтобы наши правители принимали мудрые законы, чтобы принимали мудрые решения во всех сложных ситуациях на мировое время. у ребятишек сегодня соревнования, они занимаются в конно-спортивном кружке, и у них сегодня соревнования, нам надо еще успеть вернуться и... Помоги, Господи, ангелы с вами, селеванцы, сестра имеет объявление. У меня муж уехал в командировку, помолитесь, в полосорце расположено, должен был сегодня вернуться, но не вернется, там сложности возникли, запуском потели на не получается, поэтому вот он уже пять дней уехал, и еще в Казахстане. Ну, разве у кого-то сердце может быть не расположенным? Ты так уж говоришь, сестра, сердце расположено. К брату, Константину, может быть, не расположено сердце. Да, ну и к тому, о чем говорилось сегодня как раз, что наши братья из Потерявки еще не приехали, поэтому график посмотрите, там по продолжению, он заставлен, нужно будет продолжить дежурство, братья, пока наши братья из Потерявки не приедут. А когда планируешь? Видишь, сказали. Ну, пока погода будет, пока Господь даст погоду, они будут работать еще, потому что работать там еще много, да? еще у кого есть какие объявления об варящих наших, да? Звонила мне тут недавно всем поклон, всем без исключения от ягодительной что-то думают. Спасибо Христову. Она мне звонила, благодарила там, ей тут передали то, что... Она посещает храм-то? Не спросил? Нет, я... Это интимный вопрос такой. Ее интимный вопрос, понимаешь, что я делаю. Поэтому, ну, я ее маленько знаю, с ней беседовал, поэтому... Нет, она расположена, она в платке ходит, как все дела и прочее. Ну, ходит, не ходит в храм, ну, что я могу сказать? Ну, и ходит, ну, что ли? Как что? Значит, она имеет рвение ко спасению, я беспокоюсь о ее душе, я бы спросил. Ну, мы только... Какой тут интимности? Никакой тут интимности. Ну, спроси. с Богом она разговаривает, тут интимно. А здесь мы можем говорить... Возьми, спроси, в храм ходят многие. И у нас многие ходят. Так, ну, еще у кого есть объявления? А болящих все присмотрены, наши болящие? Ну, все вроде бы, все те же, все те же, все, много больных у нас. Ну, выписалась это у нас... Наталья. Наталья, да. Из Коробейникова. Она звонила мне, да. Все доехала. Звонила, что у нее улучшение, она благодарна, да, у нее там еще брат тоже болеет перед глазами. Ну, просили вот за Христину помолиться. За как его? Моликова, хотел сказать, как его? Моликова. 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 Со зрением, так, все вроде бы, пока, нормально дети все. Еще, братья и сестры, у кого есть объявление? Когда там брат, принесся наш? Сегодня, по работе, на термин. За вкус работы. путешествия, деньги зарабатывали. Сессию закончил? Сессию. Была установочная сессия, не было экзамена, инфекции. Он же был? Он же был же. Частично был, частично не был. Ну, там все по договоренности, все предположено. Брат Виктор обещал ему помочь материалами, которые... Прошение написал, чтобы его не теряли, чтобы все знакомо было, что он отсутствовал, потому что работает. Два дня посетила, еще там три дня не было. Удержится. Так, надо молиться, чтобы... Батюшка же говорил, что это не помешает им в любом случае, когда им будут иметь это образование и документ, свидетельствующий о том, что они имеют это образование. И был уже конкретный пример, что это помогает в реальной жизни, в проповеди брата Игоря нашему. Так что, тоже нужно помолиться, чтобы Господь... Понятно, пять лет – это немалый срок, хотя и в то же время быстро пролетит. Такое противоречие во времени существует. Вроде как, когда ждешь, оно тянется вечно. А когда прошло... А куда оно прошло? Мама у меня говорила. А когда я прожила эти свои 87 лет, это в какие годы жила-то? Что пережила? Какие скорби, печали, болезни? Все пролетело, все прошло. Когда оно прошло-то это? Так что, вся наша жизнь, краткий миг между прошлым и будущим. Судьбу держусь. Жизнь – это то, что... За него будем держаться? Нет. За Христа. За Христа, за вечную жизнь. Благодарим Бога. Да. Благодарим Бога. Господь, да истякова истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую, без сомнения Серафим, без искрения Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы вы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаятся в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Югова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, а воочерь. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Напомню, Марина, путешествующая, молитесь. Песно пение, трапеза и духовная трапеза, занятия. Две трапезы впереди. Оставайтесь. Москву. Пожарки. Разгонять. Несколько. Чуть не упала. Продолжение следует...